Что ж, отложите вашу мышку, оставьте в покое клавиатуру, усаживайтесь удобнее и сконцентрируйте все внимание на монитор. Сюда, я здесь. Вот он, монитор. Начинаем урок исторической географии. Меня зовут Вадим Меолим. Добрый день. Сегодня мы повторим тему Армении на Кавказе не было. Более детально, кратко и развернуто. Применяя исключительно независимые источники. Карты от старейших до наших дней. А такая идея мне пришла в голову буквально вчера. Приобрел я очередной номер исторического журнала «Дилетант». Вот он. Начал листать. И в статье «Все о Цезаре». Сейчас я вам его покажу. Вот. Любопытная статейка. Все о Цезаре. Наткнулся на карту 49-45 годов до нашей эры. Вот она, эта карта. Где в числе, значит, остальных стран Средиземноморья, Малой Азии и Ближнего Востока, вся Римская Республика. Вот вы ее здесь видите. Что тут имеется? Вот она. Армения. Это в последнем свежем выпуске «Дилетанта» исторического журнала за март месяц 2014 год. В Азербайджане уже со школьной скамьи начинают абсорбировать в головушках школьников, что Армении рядом никогда не существовало. Вот, пожалуйста, я вам показал журнал. Абсолютно независимый источник. А вот кто рядом не существовал, там, кстати, видно. И не только там, но и в других картах, о которых мы еще сегодня поговорим. То есть Армения все-таки там была. А вот Азербайджан почему-то не существует. Тем более понятие «Великая Армения» по их словам, по словам ученых-мужей из Азербайджана всего лишь миф. Фальсификации не только истории, но и картографии начинаются уже с шестых-седьмых классов. Причем, искореняя соседний народ, Азербайджан в своих учебниках культивирует собственную историю за счет все тех же соседних народов. И не только Армении. В ход идут и Иран, и Грузия, и Россия. Даже замысловатые ручонки, которые перед вами сделали эту картинку, в самопальных картах делаются с намеком на некогда расчлененный Азербайджан. Но даже на самопалах география хромает. Нет такого государства Лизгинстан. Вероятно, хотели бы подписать Россия, но душка не хватило. Ведь получится, что у Азербайджана территориальные претензии к России. Бог с ними. Паленым пахнет, паленым погоняет. Поговорим о настоящих картах. Об Армении. Карта Поседония. 135-51 год до н.э. Поседоний – это греческий философ, астроном, математик, предложивший, что Земля имеет форму петли, как овал. В своей карте Поседоний указывает Армению вкупе с другими известными ему государствами. Позже, когда картография стала отдельной пограничной с географией наукой, описания мира античных стали воплощаться на картах, которые начали тиражироваться. Фламандский историк, географ и картограф Пертрус Бартиус в 1595 году визуализировал описание мира Поседония в форме карты мира. Впервые она была опубликована в его работе «Античная география» в Париже в 1630 году. Приведенная иллюстрация – фрагмент, включающий в себя восточную часть карты. Перед вами еще одна любопытная карта. На этот раз французского исследователя Пьера Даниэля Юэ, «Земной рай», вышедший в свет в Лондоне в 1694 году. На фрагменте изображена Великая Армения и гора Арарат с Ноевым ковчегом. А это карта Армении, которую можно лицезреть в многочисленных атласах на всех европейских языках. Перед вами фрагмент карты «Римская империя», взятый из античного атласа Спруна, опубликованного в 1850 году в Готи. Этот город расположен в современной Германии. Карта Киперта, той же Римской империи, был издан в виде античного атласа для школ и колледжей Берлина в 1869 году. Любопытный фрагмент карты Армения с Прунара – античный атлас. На фрагменте изображены наиболее восточные регионы страны – Сюник, Арцах и Пайторакан. Сам оригинал этой карты находится в Университете Болонии в Италии. А это одна из самых популярных карт, которые не любят в Азербайджане. Фрагмент опубликован Бартолом Ю в 1890 году в Эдинбурге. Изображает страны и народы III века до н.э. И снова досада очередная. Мы не можем разглядеть Азербайджан. Фрагмент карты Римской империи в период Нового Завета, опубликованный Рэндом Мактнелли в Чикаго в 1885 году. Перед вами начало IV века н.э. Для армян очень значимый период, так как в 301 году Армения становится первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Убежище сотни людей-христиан, которые были гонимыми в своих государствах. Эти народы, христиане, нашли это убежище именно в Армении. В христианской Армении прятались отправители язычников греки, римляне, каппадокийцы, иудеи, народы Балкан и Малой Азии. Карта Армении Николя Сансона. Париж, 1653 год. Здесь изображена Армения от Каспийского до Черного морей. Приведенный фрагмент включает в себя северо-западный сектор, включая границы империи. Фрагмент карты, опубликованной Академией географии, Париж, 1780 год. Эта карта ценна тем, что здесь приняты во внимание несколько временных периодов и показано разделение Армении. Западная Армения названа Армения Оксиденталис, Восточная Армения отмечена как Армения Ориенталис. Разделение произошло, как мы знаем с вами, в результате экспансии и колониальных вторжений. А теперь внимание. Фрагмент карты Антонио Затта из Венеции, 1784 год. На ней мы уже видим Армению и, обратите внимание, ее южного соседа Азербайджан. Именно южного соседа, южнее Аракса. Сама же вся Армения так и остается на том же месте с теми же городами и провинциями. Территориями Зангизура, Сюника, Арцаха, Нахичевана и так далее. Если вы сравните с современной картой, то больше половины этой карты занимает Республика Азербайджан, которая никогда не находилась там, где она есть в настоящий момент. Да и перед вами тоже не тот Азербайджан, о котором вы думаете. Это указана персидская провинция, жителями которой являлись ираноязычный народ Азари и не имеющий отношения к нынешним Азари-тюркам, азербайджанцам. Хотя я и отдаю себе отчет, что ряд представителей Азари растворились в тюрках. Тоже интересная карта. Фрагмент карта Каспийского моря, покрытой медью. Опубликована согласно акту парламента Кейдала в Лондоне в 1784 году. Карта изображает преимущественно восточную часть Армении до появления царской России в регионе. На ней мы также четко видим восточную Армению со всеми ее границами и соседями. Азербайджан, как и картой выше, находится южнее Аракса и является южным соседом Армении. А на востоке в Шерване уже царствуют монархи арабо-персидского происхождения и не претендуют на Арцах. Во-первых, потому что, как видите, Арцах на территории соседнего государства в Армении. Во-вторых, топоним Карабах еще не был дан Арцаху. А это уже Западная Армения, новый атлас мира Лори и Уитл. Лондон, 1801 год. Западная Армения изображена как Черноморский регион. Провинция Воспуракан обозначена зеленым цветом. Здесь уже перед нами фрагмент карты Джона Томпсона, опубликованной в 1814 году в Эдинбурге. Западная Армения изображена как Причерноморская провинция в составе Османской империи. На карте также показаны некоторые западные регионы Армении, такие как Воспуракан и Туоберан. Дальше больше. На этой карте мы видим поделенную Армению на западную и восточную. Фрагмент, изображающий Армению Джеймса Бриса, Закавказья и Арарат. Четвертое издание. Лондон, 1896 год. Интересная этнографическая карта, опубликованная в книге Хогарта «Ближний Восток» в Лондоне в 1902 году. Армения разделена на западную Османскую и восточную Российскую части. Обратите внимание. Регион, населенный большей частью армянами, ранее занимал территорию армянского государства до его утраты. В конце 19-го, начале 20-го века мы видим соседей армян на севере. Это грузины, картвельские народы, кавказские народности. На востоке, Абширонском полуострове, на котором расположен Баку, основное население составляли таты, ираноязычный народ. Зато если снова обратить внимание южнее Арахса, на территорию современного Ирана, мы обратим внимание на следующий подписанный этнос – татары. В это время, как вы видите на карте, татары уже не только южнее Арахса, но и частично указаны на территории Азербайджан и современной республики Армении. Как вы догадались, татарами здесь именуются нынешние азербайджанцы. А это уже набросок карты, изображающей основные аспекты геополитического объединения Армении. Она была опубликована Андреем Андельштамом и в 1926 году в Париже, рядом с западной Арменией, которая отошла в это время к территории Турции, мы видим и кусок Армянской ССР, уже переданному Азербайджанской ССР Нахичеванам и Карабахам. На картах в составе СССР появляется новый игрок, новый народ, азербайджанцы и Азербайджанская ССР, севернее Арахса. Я привел в пример исключительно европейские источники, карты, картографические школы разных стран. Можно было бы продемонстрировать и карты арабских, персидских, еврейских источников, но на это не хватит время всего эфира. Я могу лишь подсказать в качестве домашнего задания найти работы Ибн Хурдазбиха, Масуди, Ибн Хусейна, Аль-Баттани, Абу Аль-Касема, Беруни, Идреси. Их масса. На основе их работ имеются и карты, подписанные арабскими харфами, где указана Армения. Некоторые из них представляем вашему вниманию. Если читаете харфами, то наверняка найдете наименование Армения или Армяне. Что ж, господа восточные соседи. Думаю, если вы внимательно посмотрели материал, то наверняка поняли, как вас дурят в ваших мактебах. Дурят не потому, что учителя хотят дурить. Дурят потому, что учителям навязывают дурные учебники. И по ним нужно с вами заниматься. Норма. Другого не дано. Посему вся эта ерундистика, о котором вам рассказывают, есть зомбирование, исходящее от руководства страны, дающее команду делать все, чтобы доказать свою автохтонность ради Карабаха и якобы пришлость армян в регион. Начинал давать такие указания Академ науки Азербайджана еще сам Гейдар Алиев. Ему нужно было доказать, что азербайджанцы автохтонный народ Карабах, что называется, безимдирь. А за безимдирь можно и поврать. Ну поврал, других заставил врать. А толк-то никакого. И Карабах пробезимдирил армянам, и сам ушел, взяв с собой лишь два метра земли. В заключении хотелось бы процитировать Патрокла, который описывал свое путешествие из Эллады в Индию через Армению и Кавказ. Буквально пять строчек из его плавания к северу от Геракловых столпов. Упоминая наряду с жителями побережья, также и с жителей ближайших горных местностей, к западу от Геркании, албанов, армян, гелов, кадусиев, армадов, витиев и анаркнаков. Обратите внимание, к западу от Каспия Патрокл упоминает и армян, упоминает албан, и предков нынешних Лизгин, Удин и так далее. Но не упоминает при этом ни азербайджанцев, ни тюрок. Всего хорошего, учитесь. Продолжение следует...